хороший вопрос андрей андреевич судя по вашей философии становится непонятным как же могут быть богатыми люди люди которые воруют в большом количестве будучи руководителями какой-нибудь там исполнительной власти и для кого же не секрет что ворует до воруют во все века всегда даже я не помню по моему кто-то из знаменитых прозаиков по моему ну я не боюсь ошибиться нет гипотетически подразумеваю кто может быть может быть федор михал и знаете но может и нет говорили о том что а в нашей а это по-моему даже с пушкиным было связано в нашей стране воруют воровать воруют и пьют пьют и воруют так и есть и такой вопрос как же эти люди которые воруют и чувствуют себя потом хорошо им потом не кается им никак не сказывается на них почему они это делают я могу сказать своей жизни мне приходится очень часто общаться с такими людьми это люди которые осознанно воруют то есть они знают что они воруют строят или делают из страны финансовую пирамиду от которой они точно понимают когда-либо обвалится и уже есть кризис и не буду говорить о какой стране говорю и эти люди максимально стараются как бы прикоснувшись к тому что они считают джекпотом то есть это для обычных людей есть государственная власть а для людей которые попадают в государственные власти для них это джекпот то есть они к этому так и относятся то есть когда они туда попадают они не понимают чем им нужно заниматься они понимают что им должны давать или они должны воровать или они должны куда-то носить но это не говорю о наших странах которые мы живем это конечно же не так наша власть хорошие это горюко чужих странам и общаясь с такими людьми я очень давно заметил глядя на таких людей постоянно наблюдают за тем что эти люди постоянно вечно недовольны чем-то у них нет но не минуты прямо какой-то радости их что-то все время гложет у них вот внутреннее состояние постоянно и что-то не происходило и чтобы не происходило это все время есть у меня был такой знакомый он очень знаменитый богатый человек очень многого достиг и вот мы с ним ездили отдыхать во францию после этого я там был близок в их семье он занимал очень большие посты и так далее я вот все время наблюдаю говорю ну что такое с вами ну вот почему вас что-то все время тревожит почему во что-то все время тревожит он говорит ты знаешь я не могу с этим справиться мне все время как будто что-то должно произойти как будто что-то вот меня все время что-то тревожит я сам себе вот внушение делаю ничего не будет все нормально вот все хорошо успокойся там выпиваю периодически отвлекаюсь на детей но все равно вечером ложусь и мне тревожит во снах тревожит и так далее и говорит я не знаю как этим справляться когда я начал более широко работать с такими людьми таких клиентов у меня всегда было очень большое количество ходит с ними дело в том что во всем виновата внутреннее подсознание вот это подсознание которое есть у человека хоть и не особо в него верю я его называю обычно душой или внутренней душой вот это подсознание она все равно заставляет человека где-то в виде такого тонкого червя в середине ковыряться и говорит что ты же все равно своровал ты же все равно обманул ты же все равно это сделал незаконно это зерно она дает свои плоды и эти люди они чтобы не происходило как бы вы визуально не наблюдали за тем как человеку весело какой он счастливый как он себя ведет на каких машинах он ездит у него всегда вот этот червь в середине он будет его потачивать и у них все время у всех одна и та же болезнь которую они обычно называют как кошки скребутся это у всех вы видите то есть у всех этих людей обязательно людей которые по-крупному воруют которые это делают осознавая это у них все время будет ощущение будто они в середине ждут венгеты ждут наказания ждут опасность и они никогда не могут расслабиться они напряжены всегда это сто процентов я вам говорю как человек очень давно наблюдающий за такими людьми потому что они являются моими клиентами как бы они внешне не проявляли своего там благоразумие яркое состояние там благополучия там вот здесь у них плохо верующие не верующие ворующие чувствуют себя плохо это на всю жизнь до самой самой старости и не могут они их это гложет она забывается но гложет их подсознательно все равно поэтому какой вы выберете путь вы готовы идти туда и воровать если готовы воровать и потом думать что за это принесете ответственность никто ответственности не понесет то что так система устроена она создана для того чтобы воровать но все устроено так что их она мучает а вас нет вы живете у вас мало еды возможно вы плохо живете у вас там не хватает на препараты но у вас ничего не гложет вы можете запросто лечь и лежать перед телевизором клацать они не могут они не могут просто ложится вскакивает его что-то мучает но надо срочно кому-то звонить писать что-то читать что-то выискивать они не могут расслабляться у них это вечно вот такой у них сложный путь